Еще раз доброе утро всем, кто смотрит Первый городской телеканал. Это «Утро на колесах». К нам пришел гость. Мы вас рады приветствовать. Это Денис Сергеевич. Это директор ООО «Инерствостроя». Человек, который понимает авто любителей и тех, кто, собственно, приезжает чинить автомобиль в том числе. Расскажите, пожалуйста. Доброе утро. Да, привет. Расскажите нам, вот мы с Андреем сидели и обсуждали, по всем федеральным каналам, везде, весь мир обсуждает законопроект, который планирует ввести за штрафы, да, чтобы люди меняли резину, да, с зимы на летние перескакивали в определенные сроки, но-но-но, опоздать. Что думаете насечет? Ну, я, так как я являюсь автолюбителем уже со стажем, лет 15, наверное, за рулем, я думаю, что шины и диски являются одним и главным составляющим, компонентом безопасности автомобиля. И пренебрегать я не советую никому. Поэтому, в целом, я поддерживаю в любом случае этот законопроект. Считаю, что шины, это статистика, там более 50% приходится на аварии, именно на счет плохой резины, плохих дисков. Поэтому не советую пренебрегать. Я согласна, потому что ты когда-нибудь сидел за рулем? Сидел, я учился. Я знаю, вот это жуткое впечатление, когда, например, ты начинается снег, вот этот калининградский, да, любимый, когда еще осень вроде какой, но скользкий, и ты такая на летней резине, вроде как на тормоз, на тормоз, на тормоз, а уже ничего не происходит, и так... Ну да, уже два дня назад был, да, снег с дождем. Да. Да, опасненько. Да, кстати, о зиме хотелось бы спросить. По прогнозам синоптиков, она будет в этом году аномально холодной. Ваша рекомендация автомобилистам, чем запастить? Носите шапку за рулем. Берегите голову. Да, да, да. Ну, это стандартный, я думаю, комплект, не обязательно, что это синоптики, они каждый год говорят, что зима будет самая холодная. Да, 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 у них всегда. Поэтому, я думаю, что проверить надо легкое ТО сделать автомобиле, проверить там АКБ аккумулятора, да, проверить, сменить жидкости с летних на зимние. Ну, что там еще? Свечи зажигания, да, накала проверить, если это дизельная машина. Вот, фильтра поменять, воздушный, да, и топливный, это я советую. Ну, в идеале еще, конечно, было бы неплохо, если бы слить конденсат с бака топливного, потому что там, если бы, собирается вода и может быть неприятность, если будет замороз. У меня есть девочковый вопрос, я тяну руку, я собираюсь покупать себе автомобиль, поэтому, что происходит с женщиной, вот это я могу коротко рассказать, когда она приезжает в сервисный центр, да, она понятия не имеет, что с машиной не так. Ну, ладно, не все женщины, прошу, я понятия не имею, что с машиной не так. Да, многие мужчины. Да, многие мужчины, наверное, тоже. Ты приезжаешь и смотришь, как вот властелин твоей жизни, ходит вокруг машины, и ты прям видишь по его лицу, у нас, кстати, хорошая интуиция, нас нельзя так обманывать, как машина обрастает кучей неприятностей. Все, что было не страшно до того момента, когда ты приехал в автосервис, становится жутко, дорогим, очень страшно. Страшные слова, да? Есть ли у вас топ машин, которые чаще всего приезжают чиниться, что, по вашему мнению, не надо брать? Это очень субъективно, но тем не менее. Ну, взять, сказать конкретно так нельзя, но самый частый такой ремонт – это кузовной, потому что все-таки же город у нас с маленькими улочками, там где-то кто-то спешит, достаточно много автомобилей, стукаются часто. Ну, и подвеска, хрущатка, рельсы, то есть люди ездят, разбивают подвесочку. Марку вы так не можете выделить, ну, сказать, что, например… Вы знаете, все зависит от человека. Все зависит от человека. Водитель. Да, это, как говорится, прокладка между рулем и сидением, самое главное. Можно, во сколько ваше утро сегодня началось? В 6.30. В 6.30 – это нечестно. Вы должны мне 2 часа. Красота требует жертв. Да, я согласна, с вашей жертвой округ. Я подготовила вам мини-блиц такой, для того, чтобы раскочегариться, да? Если мы сейчас с вами это сделаем, то день пройдет, как надо. Я уверяю. Задача такая – отвечать на вопросы быстро и сильно не задумываясь. Единственное, что, конечно, вы помните, что эфир у нас утренний, поэтому сильно не разгуливайтесь так от прооценкой. Хорошо? Готовы? Прямо вот сосредоточьтесь, я буду быстро вопросы задавать. Все, поехали, да? Ну, ладно. Что нужно сделать, чтобы тебе подарили автомобиль? Быть красивым. Девушка на дороге – это к? Добру. Далее. Когда я был маленьким, я играл в? В салки. Проезд в нашем автобусе может стоить? Бесплатно, как в Советском Союзе. Следующим моим достижением в жизни будет? Постройка дома. Так, твои. Кто раскрутил Рому в звере, а нельзя ли его закрутить обратно? Шоу-бизнес. Есть ли свой закрытый клуб у кондукторов общественного трасса? Я думаю, по-любому. Когда наряжаете елку и кем были на елке где-то посадок? С зайцем. С зайцем? Ряжаете когда? Две недели. За две недели. За две недели. За две недели. Крутой был костюм с зайцем, когда был? Честно, ну, не очень. Ну, это вы скажите спасибо. Вы же тоже, наверное, видели, да, в интернете, как иногда отцы наряжают своих детишек. Это такой просто оттас. У человека три головы, вот этот вот так вот идет, идет скорее. Подскажите, пожалуйста, в Калининграде много автосервисов, но и автомобилистов вообще, да? Как в регионе? В котором, да. Как в комплекте вообще? Знаете, все, как снова мы вернемся, да, определяют в автосервисе люди. И ни в коем случае, ну, сервис, понятно, что там элементарное удобство, скажем так, да? Ну, вот, и люди, то есть специалисты, которые работают на подъемниках, в кузовном цехе, они определяют качество работы. Люди к ним едут в основном. А вы машину чините самостоятельно, ну, там, не знаю, подгоняете в гаражу, надеваете робот или нет? Честно, нет. А почему? Ну, потому что каждый должен заниматься своим делом. К себе везете? Не изменьше? Ну, сейчас, да. Ну, то, что, допустим, у меня нельзя сделать, да, я, конечно, обращаюсь к другим. А что нельзя? Это когда есть официальный дилер, например? Ну, то есть конкретные вещи или конкретные машины? Да, у меня, да, новая просто машина, мне надо обращаться только в дверейский цех. А какие-то мелкие там лампочки поменять, ну, конечно же. За зависть. У меня сейчас 2-ая автомобиль была. Мы знаем, что вы находитесь не прямо в центре города, да, откровенно говоря, но при этом у вас такой достаточно большой клиентский поток. За счет чего? Про акции мы слышали, про скидки, вот сегодня говорим. И где находитесь? Ну, во-первых, поселок Помогоровка – это развивающийся район. Город будет в ту сторону развиваться, и скоро это будет, ну, если не центр, то хорошее окраинное городо. Ну, район, жилые постройки, новые кварталы даже строят. То есть народ там есть, и будет еще больше. Автосервис хорошими, приятными ценами, да, завлекает в любом случае, да. Вот акция есть, допустим, да, что человек, если при долгосрочном ремонте оставляет автомобиль, мы предоставляем ему такси до дома. От какого времени ремонт считается долгосрочным? Ну, если это, допустим, занимает более, там, 3-х часов, если… Ну, вообще, зависит от человека. То есть если человеку надо срочно, то мы его отправим, конечно. Ну, вот домой без проблем. Есть лаунж-зона, зона отдыха, где человек может отдохнуть, попить кофе. Адрес скажите. Холмогоровка, ориентир, БСМ Холмогоровка, да в центр, если так. Хорошо, вы теперь знаете, где чинить собственные автомобили. Мы хотим вам вручить обязательно от витаминки, от аптеки для бережливых. Ну, потому что, знаете, мы все люди разные, но, тем не менее, самое главное, поддерживать собственное здоровье. И знаю, что еще у Андрюши есть. Да, есть еще акция, еще одна акция. До 30 октября. Да. Расскажите по парам, пожалуйста. 30 числа у нас праздник День автомобилиста. Поэтому 29 числа мы, акцию, будет у нас акция 20% на все работы, на шиномонтаж и на ремонт, пожалуйста, записывайся с 33, 66, 20. Вот это хорошее, кстати, поздравление. Да, мне кажется, это удача. С днем рождения автомобилиста, да? С днем рождения автомобилиста, можно я тебе назвать, почему? Я точно знаю, что многие отмечают... Кто-то родится в этот день. Кто-то родится. Все знают, кто, да? Сейчас наших ругают, потому что есть уже поговорка. Расскажите, как ощущения от того, что вы находитесь у нас с людьми, по-честному. Кстати, приятно вообще. Очень красиво, уютно. Вам нравятся наши шторы семьи? Мы хотим их снести. Создайте вас на сейшку. Вид нравится за шторы. За, да, конечно. А можете мне передать привет, чтобы люди, которые у вас смотрят, сейчас уже просыпались? Я думаю, что у вас есть много любимых и симпатичных вам людей в Калининграде. Надо им как-то передать приветик где-то, да? Ну, всем, кто меня узнал, передаю привет. Вставайте, вперед на работу. Мы хотим вас поблагодарить. Спасибо, что к нам пришли. А прямо сейчас у нас будет лайфхак, как правильно припарковать автомобиль, потому что для многих калининградцев это, кажется, сюрпризом. Смотрим.